Здравствуйте, информационный вечер. На телеканале эфир продолжает хроника происшествий. В студии Равиль Сайганов. Молодого человека зарезали минувшим вечером в подъезде дома на улице Глушко. Истекающий кровью парень успел лишь добежать до случайных очевидцев и попросил вызвать скорую. Но до приезда медиков погиб от обильной кровопотери. Умер парень прямо под дверью квартиры, куда постучал, взывая о помощи. Кровью погибшего молодого человека оказались залиты практически все лестничные марши. С девятого по шестой этажи. Потому и над причинами смерти экспертам долго размышлять не пришлось. Один из ударов ножом, который обнаружили тут же возле тела, по всей видимости задел артерию. И раненый истек кровью. А вот как молодой человек получил смертельную травму, пока не совсем ясно. Вот позвонила буквально мать, вот эта дочь, кто вам позвонил, кто в милицию позвонил. Она позвонила и сказала, у вас, говорит, там что кого убили, я так знаю. Не знаю я, я вообще в последний момент не пришел. Я знаю, что девушка моя там прежде всего лишь замешанная. Спустя некоторое время выяснилось, что к случившемуся имеет отношение девушка, проживавшая в этом же подъезде. По всей видимости, между ней и погибшим произошел конфликт. Ну то, что я когда на почве там попытки изнасилования с его стороны, там я не знаю вообще, я не видел же этого. Кто именно нанес роковой удар, сейчас выясняют следователи и оперативники. По одним показаниям это сделала сама девушка, спасаясь от насилия. По другой версии, вмешался кто-то третий, который и ударил молодого человека ножом. Это было шок, конечно. Вот это то, что убило, это шок. Пока задержаны и доставлены в отдел полиции все установлены участники кровавого события. Кто из них в дальнейшем превратится в обвиняемого, выяснится в ходе следствия. Многочасовую осаду пришлось держать сотрудникам полиции вокруг квартиры дома на улице Болотниковой. Ведь у полицейских была информация, что внутри находится хозяйка, которая нанесла своему супругу ножевое ранение. После чего закрылась дома вместе с двумя малолетними детьми. Она изнутри закрылась. Я ей сговорила, что она изнутри закрылась. Дети дома на улице. Долгая осада входной двери на протяжении нескольких часов нарядом полиции ни к чему не привела. Подозреваемая закрылась вместе с двумя маленькими детьми и не подавала голоса. В итоге последним аргументом стала пожарная автолестница. На стук в окно никто тоже не отозвался, и все заволновались еще больше. Появились предположения, что женщина в отчаянии могла сотворить что-нибудь с собой и детьми. Пришлось входить через балкон. Только после этого дверь наконец открыли изнутри. С детьми все оказалось в порядке, а женщина была просто-напросто пьяна. Даже состояние своего супруга, которому она за несколько часов до этого нанесла тяжелое ранение, ее не интересовало. Поняв, что добиться от женщины чего-либо вразумительного не удастся, полицейские решили доставить ее в отдел полиции, где с ней теперь будут работать следователи. Неудачно закончился женский праздник для двух девушек на перекрестке улиц Ершова и Обжалилова. Там столкнулись ладо 14-й модели и седьмые жигули. Обе пассажирки получили различные травмы. К счастью, для пострадавших девушек столкновение было попутным, и потому силы удара оказалось недостаточной для того, чтобы травмы имели слишком уж серьезные последствия. Медики осмотрели пассажирок и обнаружили у них лишь ушибы и, возможно, легкое сотрясение. Девушка моя. Ничего серьезного? У вас пассажир сидел, да? Да. А, и у него тоже? Да, да. Все случилось из-за того, что оба молодых человека, вероятно, были слишком увлечены своими спутницами, и при проезде перекрестка оказались недостаточно внимательны. С краевого полосы начал разворачиваться. Вот тот, да? Да, я ехал по своей полосе, получается, и как бы стопное произошло то, что я взял. Тронулся вот так, на разворот пошел. А, вот. Если 14-ю отремонтируют за счет страховки водителя «семерки», то вот вопрос о целесообразности восстановления «Жигулей» отнюдь не праздный. Ремонт обещает быть недешевым, так что для «семерки» этот ДП может стать последним. Смертельные опасности подвергли сегодня ночью три семьи, проживающие в частном доме на улице Мичурина. В одной из комнат погас газовый котел отопления, а когда подвыпивший хозяин попытался его снова зажечь, произошел взрыв. Типа взрыв этой печи. Ну, понятно. С обрушениями, со всеми. Учитывая серьезность сообщения, которое поступило на пульты экстренных служб с улицы Мичурина, к месту происшествия были направлены полиция, пожарные, медики и аварийная бригада «Горгаза». Когда все прибыли на место, выяснилось, что, по крайней мере, медицинская помощь никому не требуется. Взрыв был небольшим. Скорее, это был хлопок скопившегося в котле топлива. Однако страх у домашней все же натерпелись. Запах еще сильнее, и все в дыму было. Вообще все в дыму. Всех я своих вывела, открыли на вспашку все двери, окна. Опасность действительно грозила всем. Немалое. Дом поделен на три части. Практически везде уже спали. И если бы одна из обитательниц не припозднилась, то дым и газ, сочившиеся из котла, могли постепенно заполнить весь дом. И тогда последствия были бы печальными. Тем более, что сами хозяева котла вряд ли бы очнулись. Да и очнувшись, могли натворить еще больших бед. Он включает, огня нету, а газ идет. Я говорю, давай похорошим, либо я сейчас буду вызывать. Нет, 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 на бабушку стала руку поднимать. И мы уж, конечно, вызвали, потому что всю ночь не спать. Сейчас такие пожары идут. Впрочем, благодарности от своих беспокойных соседей жильцы вряд ли дождутся. Мы с ним уже и беседовали, с сыном беседовали. И по-хорошему, и по-плохому. Нет, никак. Единственное, на что уповают соседи, это то, что сегодняшнее происшествие хоть немного отрезвит непутевых супругов. И какое-то время можно будет чувствовать себя более спокойно. С помощью ножа сегодня ночью пытался свести счеты с жизнью молодой человек на улице Деловой. На место сразу направили патрульный экипаж и скорую помощь. Но оказалось, что жизнь парня находится вне опасности. Медики готовы были к тому, что пострадавшего нужно будет нести на носилках в машину. Но оказалось, что тот вполне передвигается самостоятельно и не горит желанием принять помощь. Врачи с грехом пополам все же осмотрели мужчину и обнаружили у него на теле следы многочисленных старых порезов. Все это говорит о том, что членовредительством мужчина занимается регулярно, терроризируя таким образом мать-пенсионерку. В итоге посовещавшись и принимая во внимание возбужденное состояние мужчины, медики решили передать пациента бригаде из специализированного медучреждения. Тем более, что Буян лишь недавно оттуда вернулся после очередного курса терапии. Теперь лечение придется пройти еще раз.